1500, я не вижу вообще реально маленького урона, маленький урон пока у меня либо не выпадает, либо его частота выпадения реально очень таки маленькая И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик Сегодня будем покупать новую имбу, обязательно прожимаем лайкосик на данный ролик Как только на нем набирается 50 лайков, мы сразу же записываем новый ролик с новой нагибаторской пушкой Ну а сегодня мы будем тестировать рельсу, покупать будем на нее одно очень таки интересное устройство, которое называется у нас Если не ошибаюсь, как оно у нас называлось, где оно, где оно, где оно, дестабилизация снаряда Вот такое вот устройство мы сегодня купим В чем же прелесть данного устройства, оно выдает урон от 1 до 3 целых тысяч Ребят, вы просто представьте, урон настолько рандомный, что, блин, я не знаю, насколько часто вообще вероятность того, что у меня будет урон либо 1, либо 3 тысячи Давайте вообще в принципе посмотрим Очень много я слышал мнений о том, что данное устройство очень таки жесткое, нагибаторское И то, что реально оно нагибает во всяких матчмейкинговых картах Извиняюсь, ребят, немножко приболел, наверное, по голосу слышно Поэтому давайте сейчас прогрузимся в одну нагибаторскую какую-нибудь каточку Просто быстрый бой жмякаем И залетаем именно таки нагибать и смотреть данное устройство именно таки на рельсу Из всех устройств на рельсу я бы выделил вот именно только это Ну и еще есть одно устройство, которое у нас выдает очень таки большой именно дамаг прострелом То есть с каждым танком при простреле оно выдает в 2 раза больше урона То есть, ну, вы, возможно, уже видели ролики, где ребята выдают там чуть ли не по миллиону урона И там в этом плане, конечно, тоже очень все много прикольного имеется Но вот данное устройство, я бы сказал, больше имеет смысл быть При том, что урон реально может быть настолько круто положительным И у вас будет четко все в этом плане получаться, что оно, наверное, того стоит Поэтому давайте сыграем такую катку Посмотрим вообще, что оно из себя представляет Сразу сейчас быстро переоденемся Фриз, молот И громчик я взял такой резистик И по первым выстрелам могу сказать, что средний дамаг все равно с этим устройством Выдает где-то по полторы тысячи, по тысячи семьсот И пока я маленьких дамагов точно не видел Поэтому давайте вот сейчас по этому парню разрядимся Не успел я его слить Главное, конечно, ребят, проблема рельсы в наше время Это то, что от рельсы очень много берут резистов Хотя вот в такой каточке я залетел под вечерочек И не вижу тут особо резистов И в этом плане, конечно, очень-таки круто, что резистов в данной именно-таки карте нету Не знаю, но вообще сейчас резистов от рельсы очень много Все защищаются от рельсы Не знаю, с чем это настолько круто связано Но очень много резистов Поэтому будем пытаться именно-таки нагибать здесь В этом плане, конечно, мне немножечко-таки повезло Давайте попытаемся именно увести данный флажочек У нас уже увоз имеется Раздадим урон При этом урон почти по четыре тысячи задешки выдал только что я По именно-таки игроку с резистом 50% в полторы тысячи Я не вижу вообще реально маленького урона Маленький урон пока у меня либо не выпадает Либо его частота выпадения реально очень-таки маленькая Еще две тысячи То есть урон реально больше того, который дает средняя рельса То есть, например, условно, если у нас дает, если не ошибаюсь, 1400 где-то около урон Без устройства рельса То данная рельса почти всегда выдает вот Две тысячи урон, полторы тысячи, 1700 Весь урон больше среднего В этом плане, конечно, очень-таки круто И это значит, что вы наносите больше урона Чем больше вы наносите, ребят, урона Тем больше вы, значит, следственно полезны своей команде В этом плане, конечно, у вас все круто на гибаторске тоже получается Но пока мне именно-таки не получается что-то увозить флаги Ну, давайте попробуем именно-таки покемперить Хотя резистов от рельсы уже тоже потихоньку начинают набирать Но давайте попробуем отыграть от какой-нибудь вот такой на гибаторской стеночки Где-нибудь здесь мы сейчас встанем И начнем просто жестко расстреливать противника Я вижу тоже у нас рельса играет 1300 урона по резисту 26% Тоже неплохой урон И сейчас можно было бы выдать, если бы я был бы на гибатором на рельсе Поэтому, ребят, если вам нравится рельса Потому что многие, ребят, в комментарии писали Потестите устройство на рельсу Посмотрите какое-нибудь устройство Какое нагибает вообще устройство на рельсу Вот, вот оно Вот это устройство Именно-таки Которое дает тот самый урон Он является выше среднего И пока мне реально еще ни разу не выпал урон Вот 1200 его дает урон Ну ладно, чуть-чуть ниже среднего Следующий Блин, следующий я промазал выстрел Давайте сейчас попадем и посмотрим, сколько сейчас выдаст Сейчас выдаст Блин, опять сбили рельсу Боже, какой же я не скилловый-то рельсовод Блин, почему так все печально в этом плане Ну, там по резисту, конечно Не очень приятно Вот сейчас 1800 Неплохой урон Неплохой урон выдает рельса И в этом плане, конечно, очень-таки круто Поэтому покупайте именно это устройство Не покупайте устройство, которое дает прострел Потому что при любом раскладе Вы не сможете в катках давать тот прострел Который показывают нам всякие нагибаторские игроки То, что вы там по миллиону дадите прострел Но это реально нереальные цифры Которые вы никогда не сможете выдать Поэтому обязательно, ребят, думайте Перед тем, какое устройство покупать вообще на лесу Ну и я бы вам посоветовал приобрести на данную пушку Именно-таки вот это вот нагибаторское устройство При том, что оно стоит довольно-таки дешево Всего лишь 55 тысяч И реально наносит урон выше среднего В этом плане, конечно, в плане очень-таки, конечно, круче Все получается Ну а каточку мы, конечно же, сливаем И у меня в этом плане не получается ее вытянуть Ну как-то, как-то так Как-то очень сумбурно все получается И вот 4000 урон тоже неплохой Влетает И значит, что я выдал 2000 без ддшки И это тоже было выше среднего Нормальный, хороший, положительный урон Обязательно, ребят, не забывайте в комментарии писать Какую пушку мы будем тестировать следующую Какое устройство на пушку Если у вас есть какие-то предложения Если вы хотите посмотреть Если вы хотите, чтобы я вам посоветовал Какое устройство на какую-то определенную пушку приобрести Какое является лучшим устройством Вообще, в принципе, на какую-либо пушечку То обязательно по этому поводу пишите в комментарии Я всегда читаю все ваши комментарии Всегда анализирую Смотрю, какое устройство в данный момент вы хотите Какое устройство вы хотите, чтобы я потестил И, конечно же, в это все дело Я вкладываюсь и смотрю Вообще, в принципе Смотрю какие-то плюсы и минусы для себя На каких картах вообще, в принципе, может заходить Данное устройство, но что касаемо именно-таки По рельсе, то здесь все довольно-таки Просто, данное устройство можно использовать В любом формате, в любом режиме Если вы любите данную пушку, то, безусловно, покупайте И просто играйте, просто нагибайте Ничего тут такого нету страшного И при этом оно стоит еще недорого Вообще, вы ничего не потеряете 50 тысяч кристаллов, топовое устройство И урон выше среднего При том, что я за всю катку, если не ошибаюсь Только в два раза дал выстрел По 1200, это получается чуть-чуть Ниже среднего, и пока мне даже не падало Ни разу урона там От 500, ну это по резисту, ладно, 500 у меня По резисту, а если был бы танк по безрезистику Ну тоже по резисту И то 1700 выдал, это значит было бы больше 2000 урона, и в этом плане Тоже было бы круто, ну такое вот Такое вот интересное устройство Конечно, я не особый любитель данной пушки Но и то в данной катке Занимаю первое место И тоже Приношу офигенную пользу команде Если так можно, конечно же, сказать Но я, конечно, этого не чувствую Потому что я не привык играть в такой стиле игры Я не привык стоять кемперить При том на рельсе Которую я вообще тоже особо не люблю Вы сами видите Сколько промахов у меня получается При том, что еще надо балаболить Надо вам рассказывать что да как И, конечно, эта пушечка не моя Чисто не моя пушка На ней надо уметь играть Но я только игрок, который умеет играть На всяких нубских пушках Но вы сами знаете Это все, поэтому как-то так Ну и, конечно, любители рельсы Если вы думаете, что Все останавливается именно таки На вашей одной пушечке То вы глубоко ошибаетесь Если вы, ребят, не смотрели до этого Ни одного видео с имбами На другие пушки То обязательно, ребят, посмотрите Ссылочки я на устройства Которые мы уже тестировали На все устройства Оставлю в описании Поэтому, кто, ребят, не смотрел Какую-то часть Какую-то пушку Какое-то устройство Обязательно перейдите Посмотрите Довольно-таки интересные у нас В принципе устройства На каждую пушку получились И я думаю, что вы В этом плане точно не пожалеете Если посмотрите один из роликов На который ссылочку В описании я уже оставил Остается у нас, ребят, 20 секунд До конца данной каточки И, в принципе, я занимаю Ну, спорное Спорное первое место Все-таки у нас С парнем уже Очков одинаково Значит, что В принципе Чисто как Не любитель рельсы Вам могу сказать Что данное устройство Точно имеет смысл быть И его стоит покупать Но Есть, конечно, одно но На рельсе надо уметь играть Ребят, если вы не умеете Играть на рельсе Если вам не нравится данная пушка То вам не надо покупать данное устройство Вам не стоит его играть Потому что Это не та пушка Если вы купите, например, устройство И вы будете именно имбовать За счет того, что она выдает Какой-то нереальный дамаг Как, например, было у нас с пулеметом Это не так Это устройство Чисто для любителей данной пушки И чтобы на этой пушке У вас была более комфортная игра Более комфортный урон И вы приносили больше пользы Своей команде Ну, а у меня на этом все, ребятки Прожимаем лайкосик на данный ролик Если вы еще не поставили его Оформляем подписочку на канал Нажимаем на колокольчик Не забываем про все это дело Ну и, конечно же, ребят Не забывайте про нашу группу ВКонтакте Ссылочку на которую я тоже всегда оставляю в описании Переходите, подписывайтесь Там очень много полезной информации у нас всплывает Ну, а у меня на этом все Спасибо, ребят, за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok